Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, и ни в ком другом действительно нет жизни этой, исцеления, освобождения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Друзья, сегодня воскресенье, первый день недели, сегодня у нас, кстати, 24 июня по гражданскому календарю исчислению 2018 год на дворе, по библейскому исчислению 5778 год в разгаре. Сегодня 11 число, 4-го месяца лунного календаря, библейского календаря. Этот месяц, 4-й библейский, мы по традиции древней именуем Томузом, 11-й Томузом. Это языческое наименование, которое, будем так говорить, мы принесли с Вавилона, но, однако же, в этом названии, в этом наименовании, я так рассуждаю, почему еще оно так закрепилось прочно в сознании еврейском. Есть указание такое на грехи, на заблуждение и предостережение. В большей степени здесь как раз не только на некое прошлое указание, но и на сегодняшний день, и даже на будущее предостережение. Как знаете ли, мы должны помнить о многих вещах, даже порой о очень таких нехороших вещах, но нужно это для пользы дела, будем так говорить, чтобы не подвергаться опять игу рабства. Поэтому в Писаниях Библии вообще как таковой не только много хорошего рассказывается, но очень много плохого, даже не поймешь, чего больше. Мне кажется, даже в Библии больше даже плохого рассказывается, чем хорошего. И о грехах, об отступничестве, о проблемах многих человеческого рода. Вся грязь, знаете ли, вся подноготная гнилой человеческой души развращенной, она в Библии есть. И для чего Бог это все показывает нам? Библия учит нас тому, чтобы мы не смотрели на себя и на окружающее через некие розовые очки религиозности. Знаете ли, а мы действительно видели все как есть, целомудренно, правильно все. И в истинном свете. Но однако же Библия учит нас тому, что действительно Бог есть любовь, и Он действительно простил нас во Христе, примирился с нами со своей стороны. Он примирен, Он действительно доказал свою любовь. Новый Завет нам это очень четко, очень ясно доказывает и рассказывает, показывает, что Бог во Христе примирил с собой весь этот мир. Слава Богу. Так что ты и я, все человечество, все творение, весь мир этот тварный, растительный, животный, все-все-все-все примирено. Бог примирил с собой весь этот мир, отдав свою кровушку за нас, свою жизнь положив за нас. Отдав Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И имеет жизнь вечную всякие призывающие имя Господне. Это прекрасно. И вся тварь стянает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Даже весь этот мир растительный и животный, а наипаче, конечно, человеческий мир, мыслящих, гомо-сапиенс, как говорится, да, людей разумных, мыслящих, ожидают откровения сынов Божьих. И величайшее откровение в том, что Бог есть любовь, и Он любит нас, и Он доказал к нам свою любовь. И Он действительно никакая, даже никакие воды не потушит, не погасит этой святой любви. Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе за это доброе утро! Спасибо Тебе за эту утреннюю молитву, за это время, Божие, проведенное с Тобою. Спасибо за то, что милость Твоя обновляется к нам этим утром. Аллилуйя! Аминь! И действительно, милость Божья обновляется, в нем постоянное, вечное обновление. Вот, и недаром отцы древности еще, я часто цитирую эту фразу, «Экклезия семпа реформанда» – церковь непрестанно реформируется, то есть всегда обновляется, а реформанда – это еще обновление. Реформация включает в себя и обновление. И действительно, реформация – это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому. Реформация – это покаяние, исправление, работа над ошибками. Реформация – это действительно возвращение к Богу, возвращение на круги своя, возвращение к основам, к фундаменту веры, к первой любви возвращения. Это есть реформация. Есть деформация – есть реформация. И в историческом христианстве, допустим, была многовековая эпоха великой деформации, деградации. Пять столетий назад уже чуть больше наступила эпоха великой реформации, то есть обновления, покаяния, исправления мирового христианства. И в жизни каждого верующего есть периоды деформации, отступничества, но есть реформации. Так что, дамы и господа, слава Богу. Благоставляю всех вас во имя Господне. И в этой утренней молитве благодарю Бога за каждого из вас, возлюбленные. За всех вас, братья и сестры, за всех моих друзей. Благоставляю вас священническим благоставением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еберехеха Адонай, ве Ишмареха. Яхер Адонай, панавелейха, дихунеха. Иса Адонай, панавелейха. Ве Яселеха Шалом. Бешэм Иешуа Га Машиах. Иешуа Маши Хейну. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Господь. Боже благословен. Благословен ты Царь Вселенной. Благословен ты Бог наш. Отец наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Иисуса Христа. Иешуа Машиаха. Благодарю тебя Господь. За милость и благодать. Дамы и господа, братья и сестры. И мы живем в эпоху Третьего Храма. Об этом эти дни я рассуждаю, молюсь. В преддверии нашего собора этого года. И в эту пятилетку, будем договорить, объявленную мной не так давно в Петербурге. Я записывал видео. Кто смотрел, те понимают, о чем говорю. Кто не смотрел, то я скажу сейчас, что наступила пятилетка. Я объявил ее как архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Для нашей киевской архиепископии, по крайней мере, объявил эту пятилетку подготовки к столетию нашего братства. Движение. Потому что де юре, обновленчество, реформаторское такое движение православное, родилось в 1923 году в Москве. В Храме Христа Спасителя на соборе, тогдашнем втором уже поместном соборе всероссийском. И вот, хотя зачиналось, зарождалось, зачиналось и развивалось на берегах Невы и Ежоры, в Колпино, в Петербурге, в Петрограде. Вот, еще сто лет назад, уже больше, чем сто лет назад, конечно. Вот, но рождение, зачатие и развитие там происходило, на берегах Невы, на севере. Вот, но рождение произошло в Москве в 1923 году. А возрождение, ну, до 1946 года, де юре, до 1946 года существовало обновленческое движение, как церковь, как православная такая церковь нового поколения. Вот, хотя уже далеко к тому времени не реформаторская, вот, а такая уже затухающая такая, знаете ли. Ну, худо-бедно история продолжилась до 1946 года. В Москве последний храм обновленческий, последнее собрание, литургия проводилась в Пименовской церкви, по-моему, да, в Пименовской церкви, да. И в 1946 году этот последний храм был закрыт уже, и все, и был передан официальной церкви, ну, такой государственной, которую, там, тогда ЧК, НКВД создало, значит, такую советскую, такую православную церковь они создали в то время, Московский Патриархат, ну, так называемый, в котором я, вот, начинал свое православное служение уже больше 30 лет тому назад, как чтец, диакон, потом священник, иерей. До 1996 года я был священнослужителем, церковнослужителем, священнослужителем традиционной православной церкви, русской православной церкви Московского Патриархата, и в то время об обновленчестве я имел довольно смутное представление, и, да, и никакого не имел, в общем, представления. Я считал, как и тысячи моих коллег, это и ересь какая-то, и раскол, и все. Но в 1996 году я осознал, что-то перечитывая Слово Божье, Господь развернул меня назад к Слову Божьему, моя реформация началась с возврата к Слову Божьему, и осознал действительно, что церковь непрестанно реформируется, она должна быть реформирована, на самом деле, реформаторского направления такого, все время в этом покаянии, обновлении, в этой харизме Духа Святаго, как живая церковь. Кстати, одно из направлений обновленчества тогда, ну, такое самое, наверное, известное, 20-30-х годов, оно так и называлось, живая церковь, даже такое было, ну, так, кличка такая, живоцерковники, как бы, да, живцы, живоцерковники. Вот, живая церковь, но прав был, миллион раз прав был Проханов Иван Степанович, еще в 20, каком там, 22-м, что ли, году, да, в 22-м году, еще за год до официального рождения, значит, православное обновленчество, но оно уже существовало, и живая церковь уже, как обеднение, уже существовало, и другие союзы церквей уже православных, уже нового поколения существовали тогда в России, это и в Украине, это союз друзей церковной реформации, священник тогда Александр Боярский, впоследствии архиепископ и митрополит, вот, и мученик за Христа в 37-м году расстрелянный, союз друзей церковной реформации он вел тогда, значит, в Петрограде, в Полпиной в Петрограде, потом союз друзей, союз церквей, как-то апостольской церкви, как-то так вот назывался он, не помню уже, Садат, сокращенная аббревиатура такая была, да, вот, потом уже позже возник союз еще возрождения, это Грановский, Антонин Грановский, архиепископ, в Москве он скончался в 27-м году, в общем-то до 27-го года, до самой своей кончины он вел вот это направление, но я к тому, что много других было еще течений, особенно в Сибири, там, Петр Блинов, митрополит Сия Сибири, это мощное движение, потом коммунистами затравленные, задавленные и уничтоженные физически, но погубило, даже не коммунизм погубил обновленчество, а погубило, не репрессии даже, а внутренние проблемы, считаю, вот такая половинчатость этих реформ, неполноценность этих реформ, и вот про хан Ивана Степановича, уже вышеупомянутый мной, он говорил, что, да, вот, церковь может называться живой, но в действительности быть мертвой, вывеска может быть живая, да, а действительность была мертвая, как правило, потому что о духовном возрождении, как таковом, рождении свыше, подавляющее большинство священнослужителей, как и современных православных, чего греха таить, никакого представления фактически не имеют, вот, это печалька, это трагизм, это трагедия, это действительно наша православная беда, и нам, православным христианам, нам, православным, особенно священнослужителям, пристало об этом молиться, сейчас и трудиться, для того, чтобы действительно, вот, вернулось, возвратилось это библейское понимание, библейское учение в церковь, без этого церковь и не церковь, собственно, а так клуб по интересам, во что, собственно, и превратилось, значит, православие, вот, в мировой даже, да и в наше, особенно, русскоязычное, да, печально, конечно, но, вот, поэтому в месяц фамуз, тамуза, да, вот, значит, я вот, и это, и как еврей, и как православный священнослужитель об этом постоянно говорю, что это напоминание нам о грехах наших, и предостережение, чтобы мы не попались в эти грехи, но, как древние римляне еще, по-моему, говорили, что они, с одной стороны, говорили, что история – это учителя, наставница жизни, как бы, как-то так с воды не переводится, а с другой стороны, другая поговорка, история учит тому, что ничему не учит, есть такая, да, и поэтому, только имея ум Христов, только имея воздуховное перерождение, возрождение свыше, имея ум Христов, и дух его, можно действительно учиться, учиться и учиться по-настоящему, не по-нарошку, а по-правдушному, поэтому приоритетом и на этом соборе буду говорить этого года в нашем, в Киеве, в нашей Киевской архивской Киеве, как раз именно об этом. Да, слава Богу, так что благоставляю всех вас, братья и сестры, и о третьем храме тоже буду говорить строящимся, правда, как бы, на протяжении многих столетий это напоминало долгострой, это строительство, но, однако же, пять столетий назад эта стройка снова закипела, на стройке снова закипела работа, и третий храм, он начал строиться с новыми силами, и, будем так говорить, перестраиваться по образцу именно божьего, божьего этого, как бы, ну, макета, или как сценария, там, проекта, будем так говорить, стали возвращаться к первоначальному проекту, к божьему проекту, а много демонического и человеческого просто стали это рушить и ломать, и перестраивать, слава Богу. За пять столетий много, чтобы было и сломано нечестивого, значит, безбожного, и построено действительно божьего, хорошего, но еще много работы нам предстоит, господа, дамы и господа, братья и сестры. И вот третий храм, он самый величественный уже сегодня, это можно однозначно заявить, что, как Павел говорил, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И спустя два тысячелетия, сегодня к нам это слово, оно, я считаю, еще более актуально даже, чем даже коринфянам тогдашним. Двух тысячелетней давности. А почему? Потому что сегодня, как ни парадоксально это звучит, но подавляющее большинство верующих также не смыслит в этом и не понимает того, что мы есть храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Вот, я это и себе говорю, как верующему человеку, как христианину, как православному священнослужителю. И говорю себе, я храм Божий, и Дух Божий живет во мне. Потому что нужно действительно трансформация разума, мышления, перестройка, вот это новое мышление, обновление. В этом есть реформация, в этом есть наша реформация, слава Богу. Вот, и третий храм, основанием этого храма является сам Иисус Христос. Ибо никто не может положить, Павел пишет, другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Это 1 Коринфянам 3.11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос и Ишуа Машиах. Основание этого храма величественного. Вот, и главой церкви, куполом этого храма является тоже сам Иисус Христос. Да и весь этот храм, святой в Господе, это есть тело Иисуса Христа. Весь этот третий храм, это есть тело Машиаха. Если первый храм и второй храм, а до них мешкан, это вот такой шатер, переносной, передвижной храм, да, скиния, о, скиния, это были прообразы тела Иисуса Христа. То третий храм, это есть само тело Мессии, Машиаха и Ишуа, Христа Иисуса, тело, живое тело, живой организм и живых камней, живых камней, которые в этой стройке тысячелетий участвуют. Я благодарю Бога, что как живой камень, я в этой стройке тысячелетий, и во мне, как в живом камне, как в этой клеточке, многоклеточного этого вселенского организма, ДНК Иисуса Христа. Если я живой камень, то Иисус Христос во мне. Если ты живой камень, Иисус Христос в тебе. И Иисус Христос в нас, и мы как камешки, камешек к камешку, и созидаем этот святой храм в Господе. Бог созидает свой храм. И он сказал, что врата ада не устоят перед церковью Бога Живаго, перед храмом этим. Не устоят. Не одолеют в русском переводе синодальном. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но в буквальном, именно по текстном переводе там говорится, не устоят перед ней. Поэтому враг и боится воссоздания этого храма, созидания, строительства. Потому враг и был заинтересован в долгострое. Потому враг и срывал всячески стройку эту. И фактически ему это удавалось часто. Фактически замирала стройка. Хотя храм всегда строился. Даже если всего лишь два или три кирпичика в каком-то поколении было положено. Иисус говорил, где двое или трое даже во имя Мое, там и Я посреди них. Так что храм все равно строился. Несмотря на кажущееся замирание строительства этого. Но пять столетий назад стройка снова закипела. Я Бога благодарю за тех прорабов этой стройки тысячелетий. И благодарю за сегодняшних прорабов. Благодарю Бога, что по милости Господней и я имею честь быть апостолом и служителем Евангелия Христова. Благодарю Бога за эту честь быть реформатором православным. Благодарю Бога за эту честь великую быть частью его планов. Грандиозных его планов. Его строительства. Его стройки тысячелетий. Слава Богу всемогущему. Благодарю Бога за всех вас. И благоставляю вас. Благоставляю сегодня весь храм. Третий храм. Он строится, созидается. Сегодня он как никогда строится вообще. Билли Грэм, уже покойный. Царство Невестное. Он уже там в этом царстве. Благодарю Бога всемогущего за Билли. Нашего брата. Он христианин горячий. По своей конфессии баптист. Но это не важно. Кто мы. Баптисты, православные, католики, адвентисты. Там харизматы 50. Наименований масса. Сотни, тысячи даже. Но это все такое. Чисто человеческое, религиозно-политическое наше. Такое деление. А на самом-то деле это так. Детский сад. На самом-то деле церковь она одна. Храм он один. И даже если где-то там строится подоконник. Или какие-то косяки. Или стены. Какая-то внутренняя отделка. Или где-то еще облицовка. Это все. На самом деле это один храм строится. На самом деле это один храм. Но каждый конечно порой мнит себя из нас самым таким чуть ли не краеугольным. Это все так ерунда. На самом деле один есть краеугольный, незаменимый. Один есть только. Это Иисус Христос. Один за всех, как говорится. И все за одного. Он один положен. Отвергнутый некогда строителями. К сожалению, да. Но ставший главой угла. Бог все в благо обращает. От Господа это было. Действительно. И это и дивно в очах наших. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Благоставляю Бога всемогущего. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Во имя Иисуса Христа. Утро в парке. Молитва. Но уже пробудились вот эти вот работники, которые с этими, как называть, дувалками, этими дуйками. Листву сдувают там и там пыль и все. Ну, поэтому шум такой уже. Но ничего. А так с утра вообще было классно, что вот именно птицы поют. Но они еще немного подпевают. Когда меньше было людей в парке, то больше птицы себя чувствовали так вот. Так свободно, вольготно. И такие хоры, такие хоры. Такие были концерты. Спасибо, Господу. Все дышащее хвалит Господа. Весь растительный мир славит Господа. Поет ему хвалу, рукоплещет. Ну, сейчас нет ветра, сейчас. Они стоят. Так славит Бога. Деревья, трава, все славит Господа. Вот. Слава Богу за растительный мир. Благоставляю весь растительный мир. Благоставляю вас деревья, трава. Благоставляю все растения. Птицы небесные. Благоставляю вас. Животные, смыкающиеся. Весь живой мир. Животные. Благоставляю вас всех во имя Иисуса Христа. А наипачи, как мы говорим, венец творения. Человеческий род. Сынов и дочерей Божьих. Правда, многие об этом забыли. Откуда они? Кто они? Нам даже в школах внушали, что мы чуть ли не от обезьян вообще произошли. И просто ошибка природы. И так вот продукт случайной эволюции. Ой, Господь да помилует тех безумцев. Что так до сих пор порой, ведь некоторые мыслят. Вот. Но на самом деле есть разумный замысел. Есть творение Бога всемогущего. И 5778 лет тому назад, когда этот мир заработал, да, началось, к сожалению, не так хорошо началось все. Описывается история с грехопадения. Но по милости Господней, все приходит на круги своя. По милости Господней снова возвращается. Отпадение было от Творца. И история восстановления. Вся история человеческого рода – это отпадение истории. И история возрождения, восстановления, покаяния. Шува. Одним словом еврейским. Всю историю человечества можно назвать таким образом. Шува. То есть покаяние. Возвращение. Слава Богу. Благоставляю всех вас из города Туны. С парка вот. С молитвой утренней. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь. Христа Спасителя. Мир всем вам, дамы и господа. Братья и сестры. Братья и сестрички. Дочечки и сыночки нашего небесного папочки. Абба. Абба. Папочка. Аббуленька. Аббинка. Дух Святой. Вот один из братьев написал мне тоже. Он как-то комплексует. И папочкой называть Бога ему очень сложно. Ему это кажется чуть ли не фамильярностью. Но оно так и есть. На самом деле фамильярность и прошлость. Если это без Духа Божьего. Если без Бога это. Но поэтому я посоветовал брату. Прими Духа Святаго. Прими Духа Христова. И выдыхай это Духом Христовым. Духом Божьим. Дух в нас, который Дух Святой. Он взывает. Абба. Отче. Без Духа Святого. Невозможно Бога назвать своим отцом. Тем более папочкой. Папуленькой. Папенькой. Как Библия учит нас. Но Библия учит нас не просто такая Христоматия тупая. Нет. Это жизнь. Слово Божье. Есть жизнь. Это живое слово. Это не просто там теория какая-то заумная. Нет. Это жизнь. И действительно живите в этом слове. Пребывайте. Выдыхайте. Папенька. Папульненька. Папенька. Папочка. Татусь. Как во Львове там пастор Андрей Мекетейшин молился. Татусь. Татусь. Мне так понравилось это. Красиво очень. Надеюсь, в этот раз тоже буду во Львове. В гостях и у Кифы. Все. Благоставляю всех вас. А то с дувалками идут прямо ко мне. Сейчас здесь будет просто шум огромный. Все. Шалом. Мир всем вам. Благоставляю всех вас. Вот. До встречи в Киеве. В нашей Киевской архиепископии. Шалом. 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 Шалом.